Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Замужем 10 лет есть два детей, с августа муж впал. В депрессию ничего не хотел, стал часто пропадать по ночам, говорить о работе. В июне признался, что изменил мне два раза, что это было как протяжение, и он влюбился. Сказал, что с ней не будет, но хочет пошить один. После этого мы много говорили по ночам, много узнали друг о друге, кто и где вёл себя по отношению к другому плохо. Казалось бы, мы поняли друг друга, я даже простил ему измену. Но он всё равно упорно говорит, что он со мной быть не хочет, хочет быть один. Мы уезжаем как раз на месяц, как будет после нашего возвращения, я не знаю. Я предлагал сохранить наши отношения, начать сначала, он ни в какую. Сейчас он ко мне ничего не чувствует, не знаю как себя вести, улыбаться уже нет сил. Страшно уезжать, чем он займётся без нас, и будем ли мы вместе после возвращения к нему. Мне кажется, он застрял в тех отрицательных эмоциях, когда всё анализировал и принимал решение. Я ему это говорю, но он уверен, что поступает правильно. Что мне делать, как достучаться? Он так и пропадает на ночной работе, чем занимается не говорит, но спать приходит через раз. Ну, понимаете? Екатерина. Почему, кстати? Екатерина, вы называете себя как Катей. Вот. То есть, ну, как-то вы к себе в данном случае, мне кажется, относитесь несколько, так вот, я бы сказал, пренебрежительно, что ли, немного. Стука здесь, на мой взгляд, заключается в том, что дело не в том, кто, что по отношению к кому-то дело не так. Вот. А штука в том, что у вас в целом отношения, возможно, находятся в определенном, так скажем, кризисе. Вот. И из кризиса нужно выходить. Из него не выйти просто разговорами, разговорами. Ну, вот, в вашем случае, получается, наверное, такими долгими разговорами, да? Вот. Из него нужно выйти только работать. по гармонизации отношений и работой по разбору в себе. Так. Вот, например, сейчас по описанию вашим я бы сказал, что вы ведете себя по отношению к своему мужу больше как к маме. Маша. Где он? Боюсь, чем он займется без нас и так далее. Не сложно обратить внимание и на то, что вы говорите. Мы уезжаем на месяц. Кто мы? Вы и двое детей? Хорошо. Но не считаете ли вы себя и детей одним целым в таком случае? Если считаете, то имеет место быть слияние. А слияние, в свою очередь, это психологическая проблема. Когда стираются, по большому счету, грани между людьми. Понимаете, да? Если вы позиционируете себя, например, и детей своих как единое целое, допустим, то вашему мужу, конечно же, будет крайне сложно воспринимать вас как женщину и чувствовать себя мужчиной с вам. Вот. Понимаете? Понимаете, да? Что я хочу сказать? То есть, это последствия вашего слияния, если вы, к примеру, через чур сила, допустим, растворяетесь в своих детях и вот в своей семье. Понимаете, да? Ну и, соответственно, вот то, как вы говорите, да, что много узнали, кто вёл себя плохо. Что значит плохо? То есть, то есть, это кто определяет-то, что плохо, а что нет. Ну, узнали вы, если кто-то вёл себя по отношению к другому человеку плохо. И что дальше? Нужно же ещё разобраться, каким образом человек, ну, грубо говоря, чего человек хотел, может быть, а не просто вот что, вёл себя плохо и всё. Ну, мне, по крайней мере, кажется, что это такое. Я не знаю, конечно, может быть, вы со мной не согласитесь, но это очень важный момент. И это одно из основных отличий, как бы, в данном случае, разговор от более глубокого анализа. Не просто кто бы сказал, чего ты хотел, а как можно было по-другому, а как ты думал, я к этому отнесусь, вот, а что ты почувствовал, когда ты сделал, что это значит для тебя и так далее. Понимаете, да? Вот. Такая, можно сказать, сухая, я бы сказал, что ли, оценка. Понимаете, да? Ну, вот. Вот. Потому, тут, как бы, есть тоже ряд своих нюансов. Вот. Что вы подразумеваете под «простили измену», вот тоже, тоже не совсем понятно, что вы понимаете под этим. Ну, вот. Потому, что простить, простить можно по-разному, вот, простить можно совершенно по-разному, и, вот, как вы простили измену. Что вы понимаете по, ну, условно говоря, под этим. Вот это то, на что также хотелось бы, чтобы вы обратили свое внимание. Потому, что это, ну, очень, очень важный момент в данном случае. Дальше, значит, он странно упорно говорит, что со мной быть не хочет, хочет быть один. А, как бы, вот, вот, смотрите. А, мужчина, мужчина хочет идти. Ну, грубо говоря. Мужина хочет идти. Хочет пожить один. Вы, как будто бы, его боитесь отпускать. Как будто, как будто бы вы боитесь, чего? Остаться оно? Или что? Чего вы здесь, чего вы здесь боитесь? Чего вы здесь опасаетесь? Понимаете? Вот это очень важный аспект. На который вам, мне кажется, нужно обратить внимание. Самое такое, такое вот, я бы сказал, пристальное внимание. Да? Потому, что вы ведь давите на своего супруга. Вы давите на него, вы, как говорите, что отношения сохранить хотите. Вот. А, что представляет из себя? Ваше отношение. Как вы связаны к своим людям сегодня? Что между вами общего? Не знаю, как себя вести, чтобы считал. Улыбаться всего же нет. Ну, не улыбайтесь, зачем? Лучно проявлять свои чувства. Страшно взять, чем это место при нас. Чего боитесь? Будем ли мы вместе после возвращения? А если нет? Мне кажется, он застрял. Так. Я ему договорю. Ну, наверное, чтобы сказать правильно. Как достучаться? Никак. Из-за всех предел решения, никак. Вот. То есть, вам с себе нужно разобраться, в первую очередь. И перестать, наверное, врать. Потому, что улыбаться, когда вы не хотите, улыбаться, это не лучший путь. К тому, чтобы обновить ваши отношения. И начать все сначала так же невозможно. Опыт, который вы получили в отношениях, никуда не дать. Поэтому, имейте, пожалуйста, это в виду. Вот. Имейте это в виду и, ну, держите в голове, что сначала ничего нажать нельзя. Это бегство. Отличная ответственность за своих действий и так далее. Да. То, как вы поступали по отношению к человеку, действительно, могло причинять ему боль. Это правда. Но, тем не менее, вы чего-то хотели, когда поступали. И это тоже нельзя забывать. Поэтому, пожалуйста, вот, нужно держать вот эти переменные, так скажем, перед собой. А вы видите только одну, как мне кажется, картинку. Не картинку, простите. Одну сторону. Пазла. Вот. А это сейчас другая страна. Вот. Ну и ваш вопрос, вот, будем ли мы вместе вызвать так, знаете, как будто мы предсказатели. Вот. Ну, мы не предсказываем больше. Поэтому, если ваш муж считает проблемой то, что происходит, можно и нужно обратиться к психологу. Вот. И вместо, вам вместо. И поработать. А если вы не считаете, то вы сама можете обратиться, разобраться к себе. Вот. Поработать. Вот. Вспомнить, какая вы. и дальше уже двигаться, в том числе и в отношениях с мужем, так, что быть готовы и отпустить. А сейчас ваш муж, он чувствует, что вы, в общем-то, готовы, так скажем, его принять. Вот. В случае чего. И, во всем ему что-то менять сейчас фрезы. Для чего ему менять сейчас что-то фрезы. Что он, об этом говоря, с этого, получит. К сожалению, ничего. Поэтому, данный аспект, как бы не был, печален, нужно учитывать. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был последний вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.